Когда Казахстан начал потерять суверенитет, кто помог? Россия, да. Не боялась никого, да. Я не хочу, чтобы были какие-то нападки на мой народ из-за российского чиновника. И если кто-то скажет, ну он же из вас, я скажу, он в первую очередь нас и уничтожает. Он в первую очередь наш враг. Потом только люб Казахстан или кого бы то ни было. Так, пойдет ли Кадыров на Казахстан, если прикажет Путин на землю, где родился его отец и где спасали ваших предков? Тут на днях был форум в Петербурге, на котором присутствовал президент Казахстана Касымш. Короче, забыл его, его имя не могу запомнить. И вот он, значит, высказался по поводу двух квази-республик ЛНР и ДНР. И надо сказать, что ему вопрос задавали вообще не про эти две республики, не про их признание. Ему, Симонян его спросила конкретно про его отношение к спецоперации. Она так сказала, как вы относитесь к нашей спецоперации в Украине? И он должен был ответить о своем отношении к этой войне. То есть, я считаю, вы правильно это делаете, или я считаю, что вы неправильно это делаете, или я бы там призвал всех к миру, нам нужно договариваться, можно было вот так выйти. Но Касым, он, значит, решил воспользоваться этой ситуацией, что тоже, безусловно, является грамотным в этой ситуации. То есть, я его за это никак не критикую, чтобы понимали, я просто объясняю его, как он поступил. Он вообще не стал отвечать на вопрос, как он относится к этой войне. Вместо этого он перевел, значит, очень долго сделал такую подводку, минуты две. И в конечном итоге он перевел, значит, эту тему на признание двух квази-государств. И высказал отношения Казахстана, что Казахстан не намерен их признавать, как он и не признает Тайвань, Косово и так далее. И от этого бомбануло у многих российских деятелей, журналистов. И одним из таких вот российских чиновников, деятелей стал Кадыров, у которого тоже бомбануло от этого. И он, значит, вышел в эфир и высказал вот такое мнение. Россия спасла Казахстан, армяне, когда между Арменией и Азербайджаном была война, ключевую роль сыграл Путин. От этих слов Кадырова уже, в свою очередь, бомбануло у многих деятелей в Казахстане. Но вот, отвечая на его высказывание, на высказывание российского чиновника Кадырова, почему-то отвечать стали не ему, а всему чеченскому народу. И вот здесь я хочу выступить, может быть, не совсем популярно будет это в Казахстане, но, дорогие друзья, вы должны как бы учитывать интересы чеченского народа в этой ситуации, прочувствовать, как мы это все видим. Когда какой-то российский чиновник, и нам не важно, кем он является по национальности, что-то там в вашу сторону бросает. Если вы в ответ будете бросать не в российское государство, а в отношении народа, из которого вышел этот предатель, этот представитель российской политики, то вы не туда кидаетесь, поймите это, какой-то там Пономарев, что ли, я могу сейчас ошибиться в фамилии, какой-то там журналист, видимо, в Казахстане. Он написал целый пост по этому поводу, в котором он почему-то там чеченцам предлагает что-то вспомнить, и нам предлагает что-то напомнить Кадырову. Дорогой товарищ, это российские политики, если что, это ты, пожалуйста, обратись к российскому государству, пусть там они друг другу что-нибудь понапоминают, это к ним должны быть претензии. Чеченский народ ничего в адрес казахов не высказывал. У нас нет никаких проблем с казахами. Если какие-то проблемы есть у российского государства, это их проблемы. Если какой-нибудь российский политик, казах по происхождению, что-то там от имени российского государства скажет, мы свои претензии будем предъявлять не казахам, не казахскому народу. Мы предъявим претензии российскому государству, чьим чиновником он является. И нам неинтересно его этническое происхождение. Поэтому вы пожалуйста тоже применяйте такой же подход к этому. А вот чисто по словам Кадырова, я здесь скажу, как российский чиновник, если залезть в его шкуру, он абсолютно прав, что он говорит не так. С точки зрения российской элиты, российского государства, они действительно спасли Казахстан от потери суверенитета. Они ведь так это и видят. Как российский чиновник, что он сказал неправильно. Была попытка переворота в Казахстане? Была. С точки зрения казахского сегодняшнего истеблишмента политического и российского государства, это негативный фактор? Это была попытка свергнуть действующий строй? Да, так и было с их точки зрения. Это не мы так говорим, я подчеркиваю, это не мы так думаем. Они так думают. Это их позиция. И здесь позиция казахской элиты, то есть казахского государства, их политической верхушки и мнение российской политической верхушки одинаковые. И они, казахская верхушка, действительно обратились в ОДКБ за помощью. И Россия действительно им помогла. Это что, не истина? Это же истина, так и было. Что тогда Кадыров сказал неправильно? То есть, с точки зрения российского чиновника, он говорит так, как действительно думает и российская элита, и казахская, что самое важное. Что казахский президент отвергнет это? Он что скажет, что это не так? Он что скажет, что не обращался в ОДКБ? Он что скажет, что Россия не помогла? Нет, он не сможет это сказать. Действительно так и было. И там спасли реально ведь его власть. И с точки зрения его же казахского президента, это была попытка лишить Казахстан суверенитета. Поэтому, дорогие друзья, еще раз я, давайте вернусь к тому, давайте, если есть какие-то разборки с российской государственностью, с российским государством, пожалуйста, высказывайте свое мнение в отношении российского государства. Если там Тумсо или кто-то другой из чеченского народа что-то там скажет, я понимаю, на таком уровне, если бы вы там отвечали и говорили бы там, обобщали бы, да, но когда российский чиновник это делает, это вы, пожалуйста, не... Мне очень неприятно, когда меня ассоциируют с российским государством или российским чиновником. Это мне очень неприятно. Это меня оскорбляет. Как чеченца, как представителя того народа, который борется 400 лет с Россией, меня это оскорбляет. Я не хочу отдуваться за российского чиновника. Я не хочу, чтобы были какие-то нападки на мой народ из-за российского чиновника. И если кто-то скажет, ну он же из вас, я скажу, он в первую очередь нас и уничтожает. Он в первую очередь наш враг. Потом только люб Казахстан или кого бы то ни было. Хотя он, я думаю, для Казахстана и не враг даже. Поэтому давайте все-таки вернемся. Никто, во-первых, не может, в принципе, никто не может упрекнуть чеченский народ, чем бы то ни было. А еще, кстати, возвращаясь вот к этим вещам, там, по поводу 44-го года, высылки, я бы хотел сказать здесь тоже, у чеченцев есть такая пословица, лом цьимади, не раскаляйте лом. Это очень глубокий смысл этого высказывания. Это когда люди слишком много приукрашивают что-то и тем самым раскаляют лом. Есть такое, чисто чеченский фольклор. Так вот, лом раскалять не надо. Это ситуация, которая, она очень хорошо известна. И там не было такого, что Казахстан кого-то приютил. Казахстан, то есть там не было такого, что Сталин, Советский Союз отправлял чеченцев куда-нибудь в пустыню Сахара, и Казахстан, который был бы там независимым, свободным государством, сказал бы, нет, наших братьев мы не позволим отправить в Сахару, давайте их к нам сюда, в Казахстан, и туда привезти. Такого не было. Казахстан был в таком же положении, как и чеченцы, и все остальные, в оккупированном, под властью Советской империи. И у казахов не спрашивали, вы хотите там принять чеченцев, готовы ли вы принять. И Казахстан не отвечал, да, давайте мы их примем, наших братьев. Такого не было. Казахстану просто перед фактом Казахстан поставили. Просто взяли, привезли и бросили туда чеченцев. Поэтому давайте раскалять здесь не будем. У нас, чеченцев, нет никаких вопросов или претензий к Казахстану или казахам. И у казахов нет и не может быть никаких претензий к чеченцам и чеченскому народу. Вот это надо зафиксировать. Никаких быть не может. Поэтому оставим разборки чиновников российских им и казахских. Пусть они между собой разбираются. Между нами, чеченцами и казахами, никаких вопросов быть не должно. У нас должны быть братские, теплые отношения. А из-за каких-то российских чиновников мы их друг с другом портить не должны. Зафиксировали? Я надеюсь, что это всем понятно и все с этим согласны. И я надеюсь, что мы больше к этой теме возвращаться не будем. Очень надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok